всем привет сегодня третье третье видео будет уже о подключении газобаллонного оборудования 4 поколения вот а именно о том как сделать собственно шнур у меня на канале есть видео старенькая вот там она в принципе уже не актуально потом недавно совершенно там месяц назад наш полтора я говорил о том что нашел на алиэкспресс готовый практически шнур вот он то здесь уже микросхема такая такая вот микросхем к находится внутри это немножко отдельно расскажу вот и собственно все что необходимо к этому шнуру собственно колодку разъем подсоедините будет полноценный шнур вот но я в том видео дал такой когда сделал такое коротенькое видео о том что вот на этом сайте на алиэкспресс есть и это и это вот заказывать и делайте ну собственно были некоторые вопросы хотя в принципе здесь все просто ну решил я общем показать уже непосредственно сборку саму и немножко рассказать и так в общем под этим видео в описании будут ссылки на предыдущие два видео если кому интересно и также еще раз размещу ссылки на на все эти товары шнур обходится то есть если вот так куда заказать где-то 140 рублей вот можно еще дешевле в принципе но это уже на ваше усмотрение если допустим заказывать просто микросхему разъем и шнур найти где-нибудь дома у себя то выйдет рублей 100 вот но собственно это уже дело каждого лично вот такая микросхемка здесь значит подписаны все наши нам необходимые контакты здесь пять контактов ну потребуется только три то масса и два сигнальных tx rx вот ну я его делал сегодня будут и принципе мне не особо нужен сейчас и так значит собственно сам процесс я его наверно на ускоренном воспроизведении сделал потому что тут все все понятно тут у нас все комплектующие по значит проводу что где находится красный провод мы обрежем он нам не нужен нам нужно 33 вот эти черный масса вот белый это сигнал rx а зеленый tx значит как они у нас должны подсоединяться то есть вот это вот этот разъем нам не нужен он стоит вас там под капотом скорее всего он идет провод с таким разъем идет тот значит мозгов газовых от контроллера вот поэтому его мы убираем нам нужен этот разъем внутри сейчас я вытащу перегородка так вытащил я заглушки значит обрезаем красный провод он нам не нужен так и срезаем значит фишки так и так здесь у нас следующее происходит по поводу разъема вот где стоит перегородка такая черная вот крайне от нее один контакт это плюсовой он нам не нужен у меня даже его здесь нету вот а то что по другую сторону вот они три вот этим будем пользоваться здесь у нас здесь у нас значит масса с краю масса дальше у нас идет от масса следующий это rx контакт он у нас зеленого вернее белого цвета вот и третий идет у нас тx тx у нас как раз таки зеленый четвертый плюсовой он не используется хорошо было видно нет плюс не используется другого края у нас идет масса потом rx и тx так по завершению я термоусадку одену одену две штуки для для жесткости так ну давайте чтоб красивее было сделаем все таки не какую-то там зеленая черного цвета так дальше значит нам понадобится такие контакты которые будут вставляться в разъем уже непосредственно в машине которая находится все остальное нам ничего не нужно так 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 итак контакты я отдел теперь будем их в колодку вставлять вставлять будем до щелчка так и так вставил значит клеммы в колодку вот у нас получилось кстати тут сразу я не обратил внимание тут на колодке есть цифры 1 2 3 4 вот получилось следующим образом под номером под номером один черный провод эта масса под номером два белый провод это rx и под номером три у нас зеленый провод это у нас tx вот также заглушки поставил так как в четвертом у нас где плюс ничего не используется я просто заглушку ну собственно как бы контакт такой здесь качественный но сами проводки тоненькие да и в этом месте может там перегибаться ломаться провод я конечно термоусадку сейчас одену и сделаю попрочнее но тем не менее все мне где-то старый есть я если вы внешний вид вам не особо так роль играет я изоленту так вот перемотал попрочнее вот и долго там у меня уже работ и так термоусадку я отдел все феном прогрел вот получился вот такой вот шнур понятно что работоспособность его провериться уже непосредственно при подключении к боу но можно значит проверить вообще для начала ваш ноутбук сейчас мы перейдем собственно компьютер и я вам еще кое-что покажу итак следующее что нужно сделать шнур собрали это проверить его и также установить подготовить вернее ваш ноутбук к работе значит установить нужно драйвер драйвер можно будет скачать в описании под видео я оставлю ссылку на яндекс диске там у меня есть этот драйвер можете скачать либо вот там где будете заказывать также ссылки будут под видео на алиэкспресс в описании к товару можно будет скачать драйвер вот тут есть драйвер ссылка на драйвер вот так же тут распиновка есть зеленый белый красный черный кабель что за что отвечает вот после того как вы установите драйвер у меня он уже установлен вам нужно будет зайти панель управления оборудование звук вот и зайти в диспетчер устройств заходите в диспетчер устройств и после этого вставляете свой шнур открываете вкладку порты и вот у вас видите пролифик юсб это как раз и есть наш наш шнур для губова сейчас я выдерну он исчезнет вот на этом собственно проверка и подготовка проверка шнура и подготовка вашего компьютера завершена но в целом сборка прошла успешно так что надеюсь у вас все тоже получится спасибо за просмотр ставьте лайк смотрите предыдущее видео и подписывайтесь на канал до встречи до новых встреч